Девушки отдыхают Всем привет! Это будет крутой поединок, заверял казахстанцев бротильский спортсмен Бруно Рабиньо. И правда, Алматинский дворец спорта просто гудел от переизбытка эмоций. Вашему вниманию лучший момент из турнира по ММА. Взрыв адреналина – это прошедший турнир Кунг-Лун Файтсу. Эмоции зашкаливали как у самих бойцов, так и у зрителей. Файткарт состоял из спортсменов шести стран – Казахстана, Китая, Франции, Америки, Кореи и Бразилии. Восьми из девяти боев победу одержали наши чемпионы. Самоожидаемый поединок вечера Назаров Рабиньо прошел в самом конце турнира. Три раунда заставили нервничать не только спортсменов, но и болельщиков. В первом раунде Бейбат Назаров получил предупреждение. В ходе боя он ударил бразильца в пах. Далее последовала желтая карточка за удар локтем в голову Рабиньо. Причем преимущество по очереди переходило к обоим файтерам. После третьего раунда было назначено дополнительное время. Решением судей победа была присуждена нашему спортсмену Бейбату Назарову. Настроение отличное. У меня был достойный соперник. В партере мы были на равных. В стойке я приложил все усилия, так как до боя у меня была травма ноги. За 10 дней до боя Бейбат сломал ногу. Я переживал по этому поводу. Он же мой родной братишка. Тем не менее, мы вышли на ринг, потому что все ждали этот бой. По словам Назарова-старшего, они готовы к возможному предложению реванша со стороны Рабиньо. Пока же планируется краткосрочный отдых для спортсмена. И уже в мае боец будет готов к новым победам. Нана Рожуманова, Ерлана Вдуалиев, Новости Ревью. Жизнь Орландо Блум. Чем вам не поединок? Он снова вернулся к Миранде Кер. Говорят, актер простил благоверный многочисленных возлюбленных и настроен заново построить крепкую семью с ветреной моделью. Ну что тут скажешь? Любовь зла. Очень зла. Представители Орландо Блума рассказали журналистам, что сейчас пара счастлива как никогда. Однако речь о совместном проживании пока не идет. Напомним, актеры топ-модель поженились в 2010 году. В 2011-м у них родился сын Флинн. А через два года знаменитости объявили о расставании. Стоит отметить, что Орландо и Миранда так и не развелись официально. Судя по всему, они не зря затянулись процессом. Джессика Симпсон продала «Бизнес-империю». Бренд, который исполнительница основала в 2005 году, ежегодно пополняет ее банковский счет на миллиард долларов. Однако вчера девушка заявила, что отныне контрольный пакет акций ее фирмы принадлежит другому человеку. Причины и условия сделки пока не сообщаются. В «Он Дирекшн» после ухода из группы Зейна Малика продолжают работать в штатном режиме. Они дали концерт в Арабских Эмиратах. Однако фанаты еще не успели привыкнуть к бойс-бенду как к квартету. Я была шокирована, потому что он мой любимчик. У него самый сильный голос в команде. Я не знаю, что будет дальше. Леонардо Ди Каприо продолжает свою зеленую деятельность. Волкс-Волл-Стрит собирается открыть собственный экологически чистый курорт. Благо, земля у Лео есть. Несколько лет назад он приобрел необитаемый остров на Багамах. Первых гостей Ди Каприо планируют встретить уже в 2018 году. Французский парламент запретил слишком худым моделям выходить на подиум и принимать участие в каких бы то ни было рекламных кампаниях. Согласно новому законопроекту, модель должна быть старше 18 лет и весит не менее 55 килограммов при росте в 175 сантиметров. Погнали. Тем временем в Америке шумит седьмая часть «Форсажа». Криминальный боевик за премьерные выходные собрал 143,5 миллиона долларов. В Казахстане фильм появится на экранах 9 апреля. Сабина Таргаева, новости ревью. А тем временем маленький поселок Шортанды, что находится в Ахмолинской области, стал знаменитым на весь мир. А все благодаря инопланетянам. И что это за фигня? Эмилобля. Голоса кадра принадлежит жителю поселка Роману Халилову. Именно он первым заметил странное черное кольцо в небе. Объект напоминает сгусток дыма. Необъяснимое явление можно было наблюдать в течение трех минут, пока оно не растворилось в атмосфере. К слову, год назад точно такое же кольцо было замечено над городком Ройл-Леминтон-Спа в Великобритании. Тогда странный предмет запечатлела обычная школьница. Ученым удалось лишь доказать подлинность видеозаписи, а вот объяснить само явление они так и не смогли. Однако вернемся к более зимным явлениям. Шоу-бизнесу, например. Даже если у тебя в продюсерах сам Байгалисер Кибаев, это еще не значит, что популярность тебе обеспечена. Уже с резидентами Comedy Club парни познакомились. Не помогло. Теперь The Jigits обрушились дружбы на блогера Сашу Спилберг. Чем интернет-звезда поможет артистам, одна Сабина Таргаева знает. У ее канала на Ютубе почти 2 миллиона подписчиков. Интернет-звезда Саша Спилберг подружилась с группой The Jigits. Как итог, совместный блог и больше миллиона просмотров. Девчонки, супер, да, выбирайся, не знаю, сам. Кого прийти? А теперь танцы! Несмотря на мега-популярность девушки, парни уверяют, они познакомились совершенно случайно. Никакой корыстной подоплеки, например, попасть в ее видеоролик у них не было. Она пришла к нам на презентацию нашего клипа и ходила там абсолютно незаметно. Саша очень прекрасно поет, и в этом наши интересы совпадают. Кстати, может быть, скоро она приедет сюда, и мы вместе замутим что-нибудь интересное. Несмотря на случайность встречи, некую выгоду от знакомства со Спилберг музыканты все же извлекли. Ну, конечно, интересуются девочки, заглядывают на страничку и подписываются, чтобы быть в курсе, вдруг еще проскочит фотография вместе с Сашей. Сейчас парни живут и работают в Москве. На родину приехали, чтобы презентовать сразу три новые композиции. Ветер развеет по свету Ветер, что остался от нас Все это время за подопечных переживал продюсер Байгали Сиркибаев. К слову, у музыканта и без «Джигит» есть о чем поволноваться. Ведь солистка о студии у Кэти Тапурия ждет пополнения в семействе. Теперь коллектив думает, как спланировать свои гастроли. Мы, естественно, никуда не будем выезжать. Может быть, мы сможем через какое-то время выезжать на концерты в Москве, выступать там, локально. Но потом пройдет какое-то время, я думаю, с осенью уже мы планируем уже какие-то выезды. Помимо Байгали на презентации песен «Джигит» была замечена супруга одного из участников бенда – Равиля Исакова. Остальные парни свободны. Но это так, к слову. Сабина Таргаева, Гани Калуов. Новости ревю. Если на личном у вас полный штиль, возможно, проблема кроется именно в вас? Сегодня утром появился список успешных способов флиртовать по СМС. Некоторые советы довольно банальные, другие же словно открыли любовную Америку. Как оказалось, одна лишняя запятая может сразу разрушить зарождающееся чувство. Казахстанские селебрити опробовали на себе амурные рекомендации. Флирт, влюбленные разговоры по ночам и миллион СМС-ок. Правила для общения виртуального сегодня нужно знать так же, как таблицу умножения. Итак, первое. Не забывайте о грамотности и орфографии. Если даже у вас проблемы, благо у нас есть там, как он, Т9, исправитель, что-то такое на телефонах, по-моему, это несложно, да? Тебе говорят, нет, это не овца, а О. Она пишется через О. Второй пункт более серьезный. Это тактичность в разговоре. Парни чаще всего делают шаг первыми. Мужчинам надо помнить. Начинать переписку с банальных «как дела, что делаешь» не стоит. Подайте себя с иной, более интересной стороны. Да, это олдскул, конечно. Вашей маме не нужен зятелем. Да, рефлекс орвот. Ну, как-то оригинально, я не знаю даже. Если человек грамотный, он тебя уже заинтересовал, ты уже дальше интересуешься, там, какой он на внешность, да, там, какой пресс, там, есть, нету, накачан, не накачан. Третий пункт – эротика. Ваша беседа не должна перетекать в пикантную клубничку. Размер ее достоинств, а тем более тема длины его интеллигентности, ни в коем случае в диалоге проскользнуть не должна. Иначе ваши романтические игры, скорее всего, закончатся либо скандалом, либо горячей встречей на один раз. Может, он нездоров или маньяк какой-нибудь. Ну, а я сразу в блог, как только там у вас там кто-то, что-то красиво или... Я сразу блокирую. Ну, я сначала напишу какую-нибудь язвительную вещь, на которую он не сможет мне ответить, и все, в блог. Специалисты по флирту в переписке советуют максимально использовать смайлики. Сердечки и поцелуйчики доведут до дела амурных. Главное тут не переборщить. Следуя всем этим правилам, можно завоевать любую девушку или парня. Однако не стоит забывать, что флирт в живую гораздо приятнее и интереснее. Артем Абленко, Довлет Атабаев, Юлдаш Кудайбергенов. Новости ревью. Малышка на миллион. В США показали самые дорогие рули и капоты. Пришлось мне, так сказать... На что готова пойти Ирина Нельсон, чтобы группа «Рефлекс» жила? Не нужны мне профессионалы. Сон Паскаль просит песни у народа. Потише, пожалуйста, почему скрипач Марат Бесингалеев сам не слушает музыку? Группа «Рефлекс» в полном составе, а это целых две солистки, прибыли в Алматы. Девушек пригласили выступить на свадьбе. Пока Ирина Нельсон и Алена Тарганова прихорашивались перед тоем, журналисты «Ревью» успели с ними пообщаться. Почему 42-летняя Нельсон готова петь в группе до конца жизни? Смотрите в следующем сюжете. На самом пике популярности «Рефлекса» Ирина Нельсон покидала коллектив в надежде построить сольную карьеру. Ее место занимали разные участницы, но в конце концов исполнительница вернулась в группу. Новый состав люди не полюбили. Чтобы эта группа не канула в историю, пришлось мне, так сказать, мне пришлось совмещать эту работу. Даже сейчас в довольно почтенном возрасте 42-летняя Нельсон и 34-летняя Алена продолжают снимать фикантные и неоднозначные видеоклипы. Поклонникам большая просьба беречь наш душевный покой и, так сказать, не позволять себе всяких там вещей. Исключением можно считать свежую работу исполнительниц под названием «Художник». Однако Алена Тарганова в кадре так и не появилась. Видимо, нелегко приходится младшей солистке рядом с такой акулой, как Нельсон. Лидерские, а иногда и немного диктаторские качества Ирины были заметны даже во время интервью. Я с девочками близка, дружу, мы прошли вместе. Ну да, сейчас, кстати, надо сказать. К подобному поведению коллеги Алена, судя по всему, привыкла. Вообще, Тарганова ко многим вещам относится с огромной долей философии. И считаю, что люди должны делать то, чего они не могут не делать. А если они что-то могут не делать, то, наверное, не стоит на это тратить свое время и чужое внимание. Видимо, пока у «Рефлекса» лучше всего получается брать публику сексуальностью и томными взглядами. И кто знает, чем они будут заниматься, когда не смогут уже с таким успехом выступать в коротких юбчонках. Сабина Таргаева, Ганик Алоов, Новости Ревью. Увидеть машину и не сойти с этого места. Под таким девизом прошла презентация лакшери автомобилей в США. Самые дорогие салоны, коробки передач и рулей ищите здесь. На чем сейчас модно кататься не с ветерком, смотрите в нашем материале. Моторами, лошадиными силами и трансмиссиями померились производители люксовых авто. Каждый год все инженерные умы трудятся над тем, чтобы их детище было мощнее, быстрее и красивее. Вот, например, обновленная модель Porsche Boxster. До 100 км в час эта машинка с откидным верхом разгоняется за 3,8 секунды. Всего-то 90 тысяч долларов и можете прыгать за руль. Это самый экстремальный Porsche Boxster из всех. Один его дизайн чего стоит. Плюс двигатель объемом 3,8 литра. Для любителей машин более внушительного вида творение за 200 тысяч зеленых. Особая гордость автошоу Lincoln Continental. Последний раз модель этого ряда была выпущена 13 лет назад. Концепт-кар привлекает к себе самых экстравагантных посетителей. Его представили в синем цвете. Это смотрится неплохо. Много хрома, это может показаться лишним. Салон тоже выглядит не сказать, что безвкусно, но над ним надо еще поработать. Это концепт. И к тому времени, когда его выпустят на продажу, он будет выглядеть более элегантно. А пока гости автосалона присматриваются к новинкам, производители уже ломают голову, чем удивлять покупателя в следующем году. Сон Паскаль в активном поиске. Нужна ему пара. Да такая, чтобы на всю жизнь. Творческую, конечно. Срочно необходим певцу автор песен. Но на профессионального мастера хитрец раскошеливаться не хочет. Будет искать таланты в народе. Мелодия к новому треку уже написана самим Паскалем. Дело осталось за малым. Найти хороший текст. Вот и начал сон искать автора в сети. Потому что звезды не сидят на Олимпе, но они на улице, как обычные люди. Поэтому я очень хотел посотрудничать с моими фанатами, моими поклонниками, потому что я их очень люблю. Лучший сочинитель получит приз в любимую гитару Паскаля. Но может ли новоиспеченный автор претендовать на денежные отчисления за свой труд? Ну, конечно. У него будет 50%. Если он еще не записан в авторские права, он будет записать его имя. И у него будут все права, которые нужны. Я очень открыт. Я не делал эту песню, потому что я не хочу платить. Просто потому что это был большой эксперимент. Сейчас сон находится в Астане. Там он и подыскивает подходящие варианты для своей будущей песни. 6 апреля он определит лучшего автора и начнутся переговоры. Артем Обленко, новости ревю. Быть в тренде – вот что важно нынешнему поколению. А между тем, мода на песни из двух нот прошла, уверен музыкант Марат Бесингалиев. Ведь на его концерты ходят люди не только старшего возраста, но и молодежь. Почему тинейджеры сегодня выбирают классику, а не козел-рик? И по какой причине Бесингалиев сам выбирает тишину? Выясняла Дана Рожуманова. Сегодня в зале казахской государственной филармонии имени Жамбыла – аншлаг. Послушать классическую музыку собралась разновозрастная аудитория. Выход главного героя сцены Марата Бесингалиева вызвал всеобщий приветственный гул. Музыкант по долгу творческой службы уже привык к горячему приему. В Казахстане заметил что-то посыпенно такое интересное. Все больше и больше молодых людей, которые интересуются музыкой и приходят на концерты. По крайней мере на мои идет возвращение этих ценностей, высоких ценностей. И молодые люди, они стремятся к чему-то более высокому. Сам же Бесингалиев не скрывает, если выпадает возможность посидеть в тишине, он ее не упускает. Если честно сказать, я пытаюсь не слушать. Я пытаюсь просто отдохнуть от музыки. Но если надо, если, допустим, у меня очень важные концерты, то необходимо просто чисто персонально подготовиться и прослушать ту музыку, которую я готовлю, записи моих конкурентов. Цена за билеты на концерт симфонической музыки варьируется от 2 до 5 тысяч тенге. Возраст слушателей от 16 и выше. Классическая музыка уверенно выходит в молодежные тренды. Очень захватывающая, очень составленная интересная программа. И изучал Гевальди, и было очень красиво. Очень много музыки разной. Мы пытаемся как-то не держаться в одном месте, в одной струе. Мы слушаем очень много разной музыки. Сейчас, да, молодежь, она не очень любит классику, потому что не разбирается в ней. Карнартаса? Нет. Ну, не знаю, свои вкусы просто. На вкус и цвет товарищей нет. У каждого свой слушатель, как говорится. По крайней мере, за два часа звучания классической музыки мы никого не застали в спящем зале. Дана Рожуманова, Ганикалов, Новости Ревью. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите Ревью каждый будний день на НТК. Пока. Редактор субтитров А.Семкин